Ночью у нас в доме вырубили свет. Я сидел за ноутбуком, когда в моей комнате вдруг погасла лампочка и на экране компьютера стало видно, что он не заряжается. Я встал со стула, подошел к окну. Темнота кромешная. Улица у нас длинная, но всего несколько жилых домов в округе, а напротив густой лес. Живу за городом. Тут тишина. Я суету не люблю. Люблю, когда все спокойно. Соседи по дому у меня тоже спокойные. Молодая семейная пара с ребенком шести лет и пара пожилая, муж и жена. Живем мы все в который собственно и принадлежит последним. В доме два этажа, четыре спальни, большая гостиная, кабинет и кухня немалых размеров. У стариков не было детей, а для двоих было слишком много места. Продавать дом они не хотели, вот и стали сдавать другим людям комнаты. И приборку ни одной Энесси Михайловне, так звали старушку, делать. И поговорить вечерами есть с кем. Других соседей я не знал. Дома стояли далеко друг от друга, мы не интересовались жизнью живущих там людей. Но вот лес меня иногда пугал. Бывало поднимается ветер за окном, пыль закружит и кажется, что кто-то из леса кричит, воет, зовет, о помощи просит. Жутко становилось тогда. Потом все снова было спокойно и мне так же. Недавно я спросил у своих стариков после очередного такого воя, что это там могут быть за голоса. Они переглянулись, замялись. Я стал настаивать. Уговаривать даже. Интересно было мне. Соседи мои тоже присутствовали при том разговоре. Только сын у них уже спал и не слышал наши речи. Ну же, расскажите, что там в лесу. Да расскажем. Уедете отсюда. Переживал дед. Потеряем жильцов. Вздыхала бабка. Чушь, махнул я рукой. Что я, трус какой или суеверный дурачок? Соседи вторили мне. Им тоже стало любопытно, что же там такого страшного в лесу, раз дед и бабка переживают о потере своих жильцов. Те еще недолго отнекивались, но все же рассказали, что к чему. Я как завороженный смотрел в темноту леса. Послышался вой, стоны, плач и шорохи из непроглядной чащи. В мою комнату громко постучали. Кто там? Сань, это Олег. Нужна помощь. Голос моего соседа был взволнованный, испуганный, я бы даже сказал. Снова загорелся свет. Я глянул вниз и увидел на пороге дома Алину, жену Олега, укутанную в темную шаль. Она сбежала по ступенькам и стояла, озираясь по сторонам. В руке у нее был фонарик. Свет погас. А что случилось? Спросил я Олега, наблюдая за прыгающим туда-сюда светом фонаря. Антошка пропал. Нигде не можем его найти. Помоги. Очень жалобно звучал его голосом. Мне бы переживать за соседей, помочь им, но... Я не уверен, что это сейчас Олег стоит за дверью моей комнаты. Так же, как я не уверен, что это Алина бегает по улице с фонарем в поисках сына. Я слышал вой перед приходом соседа, так что это может быть совсем иное. Оно просит о помощи. Ты открываешь дверь, и оно утаскивает тебя с собой. И больше тебя никогда не найдут, даже если будут искать. Они приходят из темноты, из леса. Это их территория. Они притворяются твоим знакомым, родственникам или другом. Их задача – выманить тебя из дома. Для этого применяются разные способы и действия. Я не знаю, смогу ли справиться, если бы я не знал о них, то ни один из них не пришел бы ко мне. Они забирают только тех, кто о них осведомлен. А как раз я и настоял, чтобы мои домовладельцы рассказали о них. Этим я подверг опасности не только себя, но и моих соседей. В этот вечер, два дня назад, я, как уже говорил, упросил пожилую пару поведать мне овою в лесу. Ну что ж, слушайте, сказал дед Алексей. Наш лес стар, много чего в нем происходило. И я не только о пожарах говорю. Мы живем здесь уже давно, но мы уже стары. Старики никому не нужны. Дед помолчал, немного будто раздумывая над своими словами, и продолжил. Раньше в этом лесу ведьмы устраивали свои сходки, шабаши. А еще ходили слухи, что там сатанисты проводили свои кровавые обряды. Приносили детей в жертву дьяволу. Пропал как-то ребенок из соседнего дома. Искали его долго, но так и не нашли. Поговаривали, что его украли и утащили в лес для обряда. Шума было много тогда. Мать и отец с ума сходили от горя. Не знаю, правда это или нет, но оба позже пропали в этом лесу. Лес обыскивали, но ничего не нашли. Никаких остатков, ни следов, ничего. Постепенно дело замялось, обросло байками. Одни говорили, что не сатанисты украли мальчика. А сам отец его убил и закопал в лесу. Потом и с женой покончил, задушил и на себя руки наложил. Почему, никто не знал. Другие болтали, что это мать увела ребенка в лес и оставила там. Называли ее сумасшедшей. Что произошло на самом деле, ни одна душа не ведает. А через какое-то время люди стали пропадать. Перед исчезновением всегда слышали вой и плач. Доносились они из леса. Плач был будто то детский, то женский. А вой жуткий, жалобный. Люди боялись ходить в лес, боялись того, что там обитает. Лет пять назад пропала женщина. Прямо из собственного дома пропала. Молодая была, жила с мужем. Тот на работе был в ночь. А она одна была дома. И просто исчезла. Полиция была, нашли будто следы волочения от спальни до входной двери и дальше. Они терялись где-то в стороне леса. Раньше здесь жило больше людей, но постепенно из страха разъехались все. Одни старики остались. Существа, живущие в лесу, могут прийти к тебе, притворяясь кем-то твоим, например, знакомым. Ни в коем случае нельзя открывать дверь. Теперь вы знаете о них, а значит, они знают о вас. Пробормотала Инесса Михайловна. Не открывайте им дверь. Утащат. Почему вы не уезжаете? Не страшно, что за вами существа придут? Усмехнулся я. Конечно, я во всю рассказанную чепуху не поверил, как и мои соседи. Дед как-то странно посмотрел на меня и покачал головой. Это наш дом, сказала Инесса Михайловна. Мы не хотим его оставлять. Мне это было ясно. Дон тут хорош и местечко комфортное. Спокойное, без суеты городской. А сплетни и байки меня не пугают. Мы посидели еще немного и стали расходиться по своим комнатам. Моя спальня и спальня соседей были на втором этаже, поэтому поднимались мы все вместе. А наши дед с бабкой жили на первом этаже. Чудные они, правда? Улыбнулась Алина нам с Олегом и покрутила пальцем у виска. Мы согласно кивнули, посмеялись. Я пожелал им спокойной ночи и сам отправился спать. Ночью меня разбудили какие-то неясные звуки. Я прислушался к темноте. Это был женский плач. Раздавался откуда-то с улицы. Я сначала подумал, что это мне приснилось, но плач становился громче, а затем перерос в жутчайший вой. Я выбрался из постели и посмотрел в окно. Темень хоть глаз выколи. Услышал шум за дверью, а вой внезапно стих. Дверь постучались. «Кто там?» – спросил я, волнуюсь. «Саш, ты Олега не видел? Я проснулась, а его нет. И этот ужасный вой на улице. Мне так страшно». Я не видел Олега. Сам только что проснулся. «Куда же он мог деться?» «Может, в спальню Антоши?» «Нет, я была там. Сын спит. Неужели не проснулся от страшного воя?» «Это было странно». «Открой меня, пожалуйста», – попросила Алина. «Можно я посижу у тебя, пока Олег не вернется?» Мне эта просьба показалась не очень нормальной. «Лучше посиди с сыном», – ответил я сквозь дверь. «Говорю же, с ним все хорошо», – раздраженно отозвалась моя соседка. «А мне страшно. Открой, Сань». Слишком она настойчива. Это насторожило меня. Я не очень хорошо знал Алину, но уверен, что она не стала бы напрашиваться в мою комнату. Я подумал о рассказе стариков, и меня прошиб холодный пот. А что, если там за дверью не Алина? Что, если одно из тех существ, что живет в лесу, оно пришло за мной? Я определенно не открою дверь. «Саш, Саш!» – жалобным голосом звало меня то, что находилось за моей дверью. Я услышал, как что-то царапает мою дверь. «Уходи!» – крикнул я. «Пошла прочь! Я тебе не открою!» Я отошел от двери и сел на кровать. За дверью все стихло. В доме не было ни звука. На улице тоже тишина. Я успокоился постепенно, лег на кровать и незаметно для себя уснул. Утром я проснулся с ужасной головной болью. Произошедшая ночью действительно казалась сном. Но так ли это? Я не был уверен. Я оделся, умылся и спустился на кухню. Алина готовила завтрак. «Привет!» – поздоровался. «Привет!» – она вздрогнула почему-то. Я сел за стол, наблюдал за ней. «Нашла вчера Олега?» «Что?» Она избегала смотреть мне в глаза. Руки ее дрожали. Неужели и правда вчера к моей двери приходила Алина? А теперь ей стыдно за свое поведение, и она боится посмотреть на меня. «Ты искала вчера мужа?» «Нет. Олег был со мной». Она поджала губы. «А вот ты…» Алина наконец подняла на меня взгляд, прищурилась. «Зачем ты приходил к нашей спальне вчера?» Мои брови взлетели вверх. «О чем ты болтаешь? Ты пришел вчера и долбил нам в дверь кулаками. Хотел, чтобы мы впустили тебя. Только зачем, не понимаю. Напился, что ли?» «Не давал нам спать. Сына разбудил. Он испугался от твоих криков и половину ночи не спал. Я смотрел на Алину, как дурачок. Совершенно был сбит с толку. Я не приходил к высшей комнате ночью, Алин». «Чушь! Я правду говорю». Я вскочил со стола, стал ходить туда-сюда. «Приходил». «Нет». Мы долго спорили, к нам присоединился и Олег. Мы не понимали, как такое возможно. Я сделал предположение, что старики были правы. Олег только рассмеялся. Алина недоверчиво смотрела на меня. «Думаешь, чудища из леса к нам приходили, чтобы утащить свое логово?» «Если это так, они придут снова», кивнул я. «И я не пил вчера». Мы разошлись, и я лег спать. Я встал со стула и направился к себе. Лишь бы Антоше ничего не грозило. Услышал я голос Алины. «Он не знает про этих чудовищ?» ответил ей муж. «Значит, они все-таки верят». Ночь прошла спокойно. Лишь раз я слышал поскрипывание половиц в коридоре и тихий скрежет по оконному стеклу. Я накрылся одеялом с головой. Уснул. Весь день я пролежал в кровати, мучаясь головной болью. Не хотел никого видеть и слышать. А сегодня вечером снова услышал плач, потом вой. А затем выключили свет. Постучался Олег. «Но я боюсь открыть дверь». «Сань, ты поможешь сына искать?» Он снова стучит в дверь. «Это правда ты, Олег?» «Конечно, я. Я боюсь, что эти существа забрали Антошку». «Этого не может быть. Старики сказали, что существа забирают только тех, кто о них знает». «Он знал о них», — сокрушался мой сосед. «Подслушал нас тогда. Я думал, Антоха спит». Он признался мне и Алине сегодня. Сказал, что к нему приходила какая-то тетя. Просила его выйти к ней. Но он не стал, так как голос был незнакомый. Я думаю, он убежал через окно и по трубе. Она снова пришла, и он открыл ей. Это уже не смешно. Олег явно не шутил. «Беда могла случиться. Я резко открыл ему дверь. Поможешь его найти?» С надеждой глядел он на меня. «Фонарик захвачу». Я кинулся к тумбочке, схватил небольшой фонарик из ящика, накинул наскоро куртку, и мы вместе выбежали из комнаты. Во всем доме было темно. Еще бы ночь во дворе. Наши старики должны быть спят. На первом этаже тихо. Мы вышли из дома. Стали звать Антошку. Алины нигде не было видно. «Смотри», — кинул мне Олег. «Тут следы». Я перешел узкую дорогу и подошел к соседу. «А они ведут в лес. Должно быть, малыш сильно испугался. Идем». Я помедлил. «Лес меня пугал. Ты уверен? Там мой сын. Если ты настолько боишься...» Он назвал меня трусом. «Пошли», — сказал я. Мы направились в сторону леса. Чем дальше мы шли, глубже погружаясь в чащу, тем сильнее дул ветер, и холоднее становился воздух. Мне было жутко. Под моими ногами хрустели сломанные ветки. «Мы уже долго идем. Вряд ли он здесь», — сказал я, поежившись от холода. Я запнулся обо что-то, выругался. Мне показалось, что я один в этом густом лесу. «Олег, ты чего молчишь?» Я обернулся в ту сторону, где шел мой сосед. Посветил фонариком, но там было пустое. Только высокие черные деревья. «Олег!» Я шарил фонариком по сторонам. Олега не было. Тогда я посветил себе под ноги. Я помнил, что запнулся обо что-то и обомлел. Застыл, как в фильме ужасов. Когда и хочешь, но от страха даже пальцем шевельнуть не можешь. Не то, чтобы побежать. Фонарик мой высветил сначала руку, а потом все тело. Мертвое тело Алины. Ее платье было разодрано, а ноги оголены. Обуви на ногах не было. Глаза широко открыты. Это было самое страшное в ее облике. Будто бы она чего-то очень сильно испугалась, прежде чем умерла. Я не увидел никаких ран на ее теле, кроме синей борозды на шее. Ее задушили. Справа от меня что-то шевельнулось в кустах. Я резко повернулся и осветил фонариком то место. Кто-то был в зарослях или что-то. Я пришел в себя, когда вдруг кусты раздвинулись и промелькнуло что-то. Я не понял, что это было и разбираться не хотел. Бежал, сломя голову назад, из леса. Лишь бы выбраться и больше никогда сюда не заходить. Уехать подальше из этого глухого места. Когда я добежал до дома, то увидел Олега. Он растерянно озирался кругом, стоял на лестнице. «Антошка пропал и Алина», – проговорил он, хватаясь за голову. «Я знаю. Как мне сказать ему, что я видел тело его жены? Как сказать, что его жена умерла, убита?» «Знаешь? Откуда?» Он скинул голову и вытаращился на меня. «Я видел твою жену в лесу. Я должен их найти». Он сбежал по лестнице и, что есть силы, понесся в сторону леса. «Подожди, Олег, остановись!» Я кричал ему вдогонку, но он, казалось, и не слышал меня. Через минуту он скрылся за широкими стволами черных деревьев. Я постоял еще несколько минут, потом услышал громкий крик ужаса и боли. А после все стихло. Мурашки пробежали по моей спине. Мне было страшно, что существа из леса доберутся и до меня. Эти мертвецы уже много лет охотятся на людей. Я не хотел стать очередной их жертвой. Быстро поднялся в дом, потом к себе в спальню. Я скидывал вещи в сумку, как попало. Поливать было, что они мнутся. Лишь бы уехать отсюда скорее. Забыть это проклятое место, этот проклятый лес. Сколько же тел погреблено в нем? Я был уверен, что немало. Собрав все самое необходимое, я схватил ключи от своей машины и выбежал из комнаты. Спустился на первый этаж. «Куда это ты?» – прошелестел голос Инессы Михайловны у моего уха. Я отпрянул от нее. Она странно выглядела, будто была напугана. Еще бы, с такой чертовщиной, как не напугаться. Она протянула ко мне руки. «Я уезжаю отсюда», сказал я и хотел выйти из дома, но старуха схватила меня своей худой рукой за край куртки, потянула на себя. «Нельзя уходить», – не своим голосом прошепела она. «Ты теперь принадлежишь им». Она мотнула головой в сторону. Я проследил за ее взглядом, вздрогнул. За окном стояли люди, женщина и ребенок. Они прислонили лица к стеклу, облизывались, глядя на меня. «Ты просто не можешь уйти». Я резко дернул руку и оттолкнул старуху. «Отвали!» Они забрали Олега, Антошку и Алину. «Ты им тоже нужен?» «Они очень голодны, и твоя плоть не будет для них лишней. Почему они не забирают вас?» «Мы старые. Старики никому не нужны. Старое мясо им невкусно». Из спальни вышел дед Алексей. Он молча прошел мимо, будто меня и вовсе нет. Протянул руку и открыл дверь. Черт! Он решил впустить этих монстров. Я развернулся и побежал вверх по лестнице. Перескакивал через ступеньку. Наконец добрался до спальни, которую занимал. Закрыл за собой дверь. Подбежал к окну, распахнул его. К черту вещи. Я сбросил сумку с плеча и перелез через окно. Дверь царапали с другой стороны. «Пусти меня, Саш, это Алина!» – пролепетали из-за двери. Я даже слушать не стал, что она еще лопочет. «Алина мертва, а уговорам монстров я не поддамся». Как можно тише старался пробираться до сливной трубы, а оттуда бесшумно спрыгнул на траву. Я опрометью бросился к своей машине. Руки тряслись, поэтому попал ключом только раза с третьего. Быстро сел в машину. «Он здесь!» – услышал крик и педаль в пол. Я уносился прочь от проклятого леса и его обитателей. Думал о том, что довольно легко отделался, в отличие от Олега, его жены и сына. Втайне я радовался, что не я стал добычей мертвецов. «Молодушно, знаю. Но я ничего не мог сделать. Не мог им помочь. А старики только и рады поставлять пищу своим лесным соседям. Может, у них развлечение такое? И ведь еще предупреждали, чтобы мы двери не открывали. Просто играли с нами». Что ж, для меня игра окончилась. Рад, что уехал оттуда и остался жив. Я свернул на главную дорогу. Добавил газу. Взгляд упал в зеркало на заднее сидение. Мое лицо побледнело мгновенно. Там сидело существо из леса. Это был ребенок. Я сдержал крик ужаса. Его руки сомкнулись на моей шее, и машина наполнилась звуками клацающих зубов, разрывающих плоть.